Ну что ж, остаются последние дни до выборов в Украине, и в очередной раз меня просят высказаться по этому поводу. Наверное, по моим роликам вы уже поняли, что я, по крайней мере, жестко выступаю против Владимира Зеленского, но при этом мне задают вопросы. Ну хорошо, не Зеленский, так что уж тогда. Значит, вы, наверное, за Юлию Владимировну типа агитируете. Я хотел бы расставить все точки над «и» и, скажем так, если бы я был украинцем, какие бы у меня сейчас на этот момент были мысли. Основная моя мысль, понятное дело, стоит уже в названии ролика. Я считаю, что в Украине ситуация выборов без выбора – это противоречивая, курьезная ситуация, когда, казалось бы, 39 или 38 кандидатов, и в то же время выбрать решительно некого. Так или иначе, все называют лидирующую тройку Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. И, честно сказать, лично мне ни один из этих кандидатов не нравится. Я объясню, почему. Ну, во-первых, Владимир Зеленский – это человек Коломойского. Последний мой ролик, многие говорят, это старая запись, не имеет никакого значения, это совершенно не важно. Зеленский будет делать то, что хочет Коломойский, а Коломойский, как мы понимаем, в принципе, не против того, чтобы Украина с Россией начали медленно сближаться. Плюс Зеленский подходит на эту роль, вот вся его творческая деятельность, вся его ностальгия по Советскому Союзу – это такая завуалированная ностальгия по России. Я бы ни в коем случае не хотел видеть очередного клоуна на посту президента Украины, потому что это не просто будет смешно, ну, я бы сказал, будет смешно до слез. Поэтому лично для меня Владимир Зеленский совершенно не кандидат. Что касается Юлии Тимошенко, то вот эта женщина с косой, которая, по-моему, кажется, уже в четвертый раз пытается быть президентом, которая уже посидела за свои коррупционные схемы, которая, ну, на мой взгляд, извините, продажная с ног до головы, не надо ей давать никакие шансы, потому что если Юлия Тимошенко станет президентом, она продаст все, всю страну. Это мое абсолютное убеждение, и поэтому женщина с косой сразу в сторону даже не обсуждается. Остается Петр Порошенко. И это, скорее всего, будет именно тот выбор, который сделают украинцы. К сожалению, скажу я, потому что Петр Порошенко, на мой индивидуальный взгляд, повторяю еще раз, на мое личное мнение, не оправдал тех надежд, которые на него возлагали. Петр Порошенко затормозил, либо не хочет, либо по какой-то причине не может начать настоящие реформы в Украине. Все, что делается, это все показная липа. Если кто-то начинает перечислять какие-то мелочи, все равно, ребята, давайте будем откровенными. Реформ в Украине нет. Если в Грузии проводились реформы Каха и Бендукидзе, то это было заметно, это было стремительно, результат был очевидным. Здесь прошло 4 года, и ничего не случилось. Кто-то говорит, да, ведь он выпрашивает транзит, но это, пожалуй, вот единственное, что он увеличивает долги Украины. На этом все. Я давно, еще год тому назад, делал ролик, высказав свое мнение, что Петр Порошенко – это президент войны. Это чисто психологический термин, потому что, если он пришел на волне войны, и он держится на этой волне, то просто поверьте, до тех пор, пока Порошенко будет президентом, ситуация с войной не закончится. Кроме того, есть одна показательная вещь, которую многие люди почему-то игнорируют. Это реакция российских СМИ на Порошенко. А вы поймите, там сидят далеко не идиоты. И последнее время, что они делают, они беспрерывно критикуют Петра Порошенко, понимая, что украинцы, скорее всего, будут действовать от обратного. То есть украинцы будут рассуждать так, ага, если Россия критикует Порошенко, значит это наш президент. А я уверен, что они специально это делают для того, чтобы натолкнуть людей на эту мысль. И, по мнению большинства экспертов, Петр Порошенко человек, который выгоден Москве. Это не значит, что они там ведут какие-то тайные переговоры, хотя это не исключено, во время войны всегда делаются большие деньги. Но и потому, что Путин понял, Петр Порошенко это тот, кто будет сотрясать воздух. Но никогда, никаких решительных действий ни в стране Донбасса, ни уж тем более в Крыму, производить этот человек не будет. Это бизнесмен. А от бизнесмена обычно ожидают того, что он, скорее всего, договариваемый. С ним можно на каких-то условиях договориться. У меня, кстати, мелькает мысль, что Коломойский, до сих пор неплохо договаривавшийся с Порошенко, кстати, и договорился создать ему этого спойлера, этого Зеленского. Для того, чтобы якобы было ощущение борьбы, а в последний момент либо Зеленский сольется, либо оба они выйдут все-таки во второй тур, и, естественно, люди выбирать будут зло поменьше, значит, Порошенко. Если бы я был сейчас украинцем, я бы находился, ну, в таком удрученном состоянии. Потому что, каким бы ни был мой выбор, он все равно не изменит картины. Из 39 кандидатов, а это плохо само по себе, что такой разброс голосов, это значит, каждый из них получит 0,1, 1, 2%, может быть, в лучшем случае, ну, выйдет какая-то десятка, все равно они картины не изменят. Конечно, если бы речь шла о серьезных выборах, но на самом деле я бы всех кандидатов изучил, выбрал бы демократического раз. Второе, он должен быть профессионалом, то есть он должен работать либо с политикой, либо вести какую-то смежную деятельность. Ни в коем случае никаких поваров, водителей такси, никаких клоунов. Должен быть профессионал. Третье, желательно, чтобы он владел иностранными языками. И желательно, чтобы это был не бизнесмен, вот что-то в этом роде. Я бы просмотрел всех кандидатов и, наверное, на каком-нибудь бы остановился. В основном люди в Украине совершают ту самую ошибку. Или, ну скажем так, их нельзя за это винить, потому что нет действительно выбора. Люди говорят, коней на переправе не меняем, стабильность самое главное. А знаете, кого мне это больше всего напоминает? Конечно же, соседнюю Россиюшку, где тоже самое. Стабильность самое главное. Пусть плохенький, но наш Путин и так далее. Люди боятся выбрать другого нового человека, который бы, может быть, попробовал эту машину развернуть, завести ее по-другому. Или, ну, хоть что-то сдвинуть с мертвой точки. Еще особо упоротым дуракам, по-другому я их назвать не могу, которые пытаются сравнивать второй срок Порошенко, например, с количеством лет нахождений Меркель, это мне очень часто пишут, господа, Украина далеко, очень далеко не Германия. И Петр Порошенко это, извините, не Аденаур. Когда в Германии нужны были системные и мощные перемены, реформы, а они происходили после войны, и это удивляло всю Европу, тогда власть в Германии менялась достаточно быстро, и люди, которые приходили к власти, были настоящими реформаторами. А сейчас в этой стране стабильная экономика, уровень жизни беспрерывно повышается и канцлерин, если вы до сих пор не знаете, играет чисто номинальную роль для внешних переговоров. Я больше чем уверен, что когда выберут Петра Порошенко, все эти парохоботы, которые сейчас в моих комментариях кричат, никого, кроме Порошенко, они же самые через несколько месяцев будут его же проклинать, он станет таким мальчиком для битья, потому что ничего меняться не будет, но и кто виноват? Конечно же, неумелый президент, а кто его выбрал? Ну вы его и выбрали. Поэтому, увы, ни Юлию Тимошенко я не хотел бы видеть президентом, ни Владимира Зеленского, но и, к сожалению, не Петра Порошенко. Мой прогноз, Петр Порошенко останется президентом, это выгодно России, это хотят большинство населения этой страны, ну и всех как бы, в принципе, устраивает ситуация, которая сейчас, кроме тех, естественно, кто надеялись на значительные перемены. Но, к сожалению, ситуация почему-то выборов без выбора. Продолжение следует...